Подпольные ноготочки, бровки, реснички. Аккуратно начали работать в магазине одежды. Фотографы по-тихому фотографируют девушек в сирене. И складывается ощущение, что мы уже привыкли к тому, что теперь наша жизнь это какое-то подполье. Президент выступил с обращением к нации, но людям до сих пор непонятно, что можно, а что нельзя. Окончание нерабочих дней. Это не значит, что в регионе должны открыться спортзалы, салоны красоты, кафе или сауны, как бы нам этого не хотелось. Вторую неделю от губернатора нет разъяснений. Зато есть статистика. Майские праздники ударили по числу заболевших. Люди расслабились. Если в первых числах мая регистрировалось еженедельно от 16 до максимально 33 случаев заболевания в день, то последние 6 дней на территории Алтайского края ежедневно регистрируется от 38 до 45 случаев заболевания. В своем последнем указе Виктор Томенко разрешил работать с непродовольственным магазином с условиями. Отдельный вход с улицы, не более трех посетителей в помещении и социальная дистанция. Как мы видим в барнаульских магазинах, закрывают на это глаза. Помимо магазинов в указе еще 56 пунктов. Среди них ремонт крыши, бытовой техники, работа парикмахерских. 8 мая Роспотребнадзор представил три этапа по снятию ограничений. Первый разрешает занятия спортом на улице, работу небольших магазинов. Второй этап – это семейные прогулки и работа магазинов с большей площадью. Третий этап – открытие парков, театров, общепита и учебных заведений. Даже в оперативном штабе нет точного ответа на вопрос, на каком все-таки этапе мы находимся сейчас. Ведь магазины начали работать, а заниматься спортом на улице по-прежнему запрещено. Вроде как. Я думаю, что в данном случае отсутствие снижения режима или отсутствие четких установок со стороны администрации – это действительно политика выжидания, но выжидание, которое оправдывает себя в этих условиях. Потому что как ужесточение режима в этом случае может привести к ухудшению экономической ситуации, так и это все понимают. И в то же время ослабление режима не может обернуться другой проблемой. По сути, вот это та ситуация, когда все в руках самих граждан. Осторожная политика губернатора понятна, ведь именно на него сейчас легла вся ответственность. Хотя многие жители региона считают, что пора заканчивать самоизоляции. А что, получается-то вирус идет, все заболеют. Какая разница? У меня сейчас ничего не работает, и я не работаю. И денег нет, но вы держитесь. Ограничения снимать, конечно, еще рано. Судя по повестке новостной вообще, какая в крае происходит, каждый день прибавляется по 40 человек. Я думаю, что никакого коронавируса не существует. Это все просто выдумки. И то есть можно спокойно выходить на работу? Я думаю, что да. В принципе, как вы видите сами, весь народ без масок ходит. Ну, типа, никакого карантина в принципе и нет. Тоби! Ура! Держим, держим, держим! Корона осталась! Все! На утром! Ура! 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 Ох, как же ошибались алтайские моржи. Убить ковид-19 не получилось. А вот сам коронавирус сегодня убил уже шестого жителя края. Согласитесь, люди уже устали сидеть дома. Точнее, устали сидеть без денег, не работая. Но если так задуматься, все ждут от власти зеленого света. При этом, а что мы сделали для приближения рабочих дней? Посмотрите на остановку, сколько людей без маски. При этом говорить, что их нигде нет, или лично мне кто-то обязан выдать эту маску, на крайний случай, я не могу ее шить. В сегодняшних условиях это как минимум инфантильно. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком.